Всем привет! С вами Лена, Лёха, Лёха, Лена, Лёха, Лёха. Здесь все! Лена, Лёха, Лена, Лёха, Лена! Сегодня первое воскресенье месяца, а в первое воскресенье месяца в Риме всегда все музеи и всякие там достопримечательности открыты на вход бесплатно! Не знаю, получится ли у нас сегодня очередная серия страньеры, мы, конечно, постараемся, но не обещаю, но видос для Инстаграма получится 100%. Страньеры в Риме при поддержке, без никакой поддержки, представляет! Нельзя в метро снимать, нас сейчас арестуют здесь. Лёха играет в чертиков постоянно. Это очень крутая игра, спасибо разработчикам этой игры, они убили пол моей жизни, я проиграл в этот телефон, потерял очень много времени, я вас ненавижу, вы сволочи. Кэнди Крош! Кэнди Крош! Короче, с Лёхой вообще, Лёха стареет, ребят, вы знаете, ему 30-ник будет через месяц, и он, короче, уже не может просто гулять, ему нужно там сесть, выпить водички, покурить, найти табакирику, присесть, поменять объективы, не получается так легко, уже не выходит. Табакирика, там может быть есть бар, Лена, куда мы идём? Давай свернём туда, потому что там может быть бар, сейчас посмотрим, что он нам будет говорить. Вообще-то, куда ты хочешь идти? Я хочу выпить кофе, купить сигарет, ой, как солнце слепит в глаза. Я же вам говорила. А что такое? Нет, ничего. Выпить кофе, купить сигарет, а что такое? Что ты смотришь? Мы сейчас опять будем ловить кого-то с картой, чтобы купить сигарет. Наша вечная проблема. По воскресеньям. Смотрите, в момент, не видите, что это пестерина, чтобы купить сигареты? Да, потому что мы не будем. Мы не будем пить ни одного из трех, смотри. Спасибо, Лена. Спасибо, Лена. Вот так вот надо решать, Лёха, учись, смотри, вот как Лена. Вот, вот это лицо, которое я только что порешала, все документы и сигареты. Вот оно, запомните это лицо. Вот так рождается шедевр. Еще одна из зон в Риме, которая мне очень сильно нравится, вечером, помимо Трастевери, на которой все рекомендуют погулять, да, это зона Кавуру. И также здесь находится наш церковь в Риме, где собираются каждое воскресенье в 6 часов вечера наши молодежи. И сегодня первый раз за два года мы решили туда все-таки пойти. Непонятно вообще, где нам, куда идти. Давай прислушиваться русскую и украинскую речь. Лёха говорит слушать то, о чем болтают, если где-то по-русски говорят. Так, это... Короче, все получилось на самом деле так, как Лёха и сказал, нужно было просто прислушиваться и искать русскую и украинскую речь на площади. Ну и в общем мы нашли ребят, которые тоже приходят в эту церковь, которую мы сегодня ищем. И пошли с ним пить кофе. Посмотрим, что будет дальше. Что-то происходит, кто-то потерялся, ребята, которых мы встретили, украинцы не знают, куда идти или не помнят в какую дверь, или дверь уже закрыта. Надеемся увидеть вообще на самом деле, что там происходит, потому что это очень интересно, нам, по крайней мере, для первого раза. Встреча началась, я уже здесь, покажу вам маленький кусочек и буду слушать. А вот так громко и весело проходит чайбитие после типа основного, основной встречи. Вот, угощают вкусняшками и делятся впечатлением, и строят план на будущее. Я первый раз вижу такую добру девочку, которая просто так дает деньги, вот, вообще ни за что. Я первый раз вижу такого человека. И при этом не берет даже розы, вообще, абсолютно. Все, что произошло на встрече молодежи украинцев этой церкви, вы увидите на канале Странеры в Риме, в главной большой официальной версии. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось, и всего хорошего вам!